Пришел в себя и идет на поправку. В начале недели врачи берлинской клиники Шерите вывели Алексея Навального из медицинской комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько независимых изданий, включая немецкий Шпигель, написали, что пациент психически восстановился. Навального постепенно переводят на самостоятельное дыхание. И хотя о долгосрочных последствиях отравления говорить рано, предупреждают медики, в состоянии российского оппозиционера отмечено явное улучшение. Федеральные медиа словно прорвало. На нашей памяти судьбе Навального кремлевские СМИ никогда раньше не уделяли столько эфирного времени. В минувшие выходные она стала чуть ли не топовой темой. Полчаса в вестях недели Киселева, почти 20 минут в воскресной программе время. Налицо явное беспокойство, ведь ранее Навального старательно игнорировали. Все последние дни провластные телеканалы занимались тем, что выдвигали альтернативные версии произошедшего. И все, разумеется, сводится к одному. Оппозиционер либо сам себя отравил, либо его отравили в Германии. Реакции российских и немецких СМИ на одну общую тему. Первый материал выпуска. Такого на российском телевидении еще не было. Ведущие федеральных каналов, недавно избегавшие даже произносить имя Алексея Навального, теперь посвящают ему свои эфиры. Формулировку оппозиционный политик, как западные СМИ, конечно, не используют для провластных медиа Навальный пациент или блогер. А теперь о деле Алексея Навального. История с таинственным заболеванием блогера Алексея Навального. В воскресном эфире Дмитрия Киселева только обзорный сюжет занимает 11 минут, а к этому еще 20 минут рассуждений самого ведущего. Вместе треть полуторачасового выпуска. Все смахивает на операцию спецслужб, которым отравленный Навальный нужнее не отравленного. Итоговый выпуск на Первом канале посвящает делу Навального более 17 минут. Политическое дежавю, опять новичок, опять обвинение в адрес России. История Алексея Навального развивается по знакомому сценарию. Интерес к Навальному у федеральных СМИ в России проснулся, как только немецкие медиа сообщили, что его отравили новичком. В кулуарах говорят, что НАТО получило всю информацию о яде, обнаруженном в организме Навального. И что у правительства США также есть эти результаты, вопреки утверждениям Дональда Трампа. Федеральные каналы язвят, напоминая зрителям о Солсбери и формулировке «хайли лайкли», весьма вероятно, которую использовали британцы, обвиняя Москву в отравлении Скрипалей. Снова всплыл новичок. Снова с вероятностью «хайли лайкли» винят руку Кремля. «Хайли лайкли» с высокой вероятностью. Без каких-либо доказательств, но «хайли лайкли». Теперь пора учить это выражение на немецком. Без сомнений, эта вводная конструкция повторяется теперь постоянно, как прежде повторялась «хайли лайкли». Навальный стал жертвой отравления. Главные аргументы – в России у пациента следов яда не обнаружили. Никто другой от новичка не пострадал. Подбрасывают конспирологические теории. Якобы Навального в Шерите давно нет. Все дело – постановка. Сейчас здесь, на обследовании и лечении, должен находиться Алексей Навальный. Но со стопроцентной уверенностью об этом говорить нельзя. За дверями Шерите следы Навального теряются. То, как выглядит госпиталь сейчас, говорит лишь об одном – якобы отравленный Навальный явно уже не здесь. Пока российские СМИ посмеиваются над отравлением, немецкие спорят о том, как на него реагировать. Дискуссия о возможных штрафных санкциях по отношению к России все больше сосредотачивается на газопроводе «Северный поток-2». Северный поток готов на 97%. Я уверен, что он будет завершен. Строительство газопровода важно для России, потому что на нем обогащаются люди из ближайшего окружения президента Путина. Ангеле Меркель предстоит принять решение. Трубопровод и ее самый большой рычаг давления, возможно, единственный. Альтернативой, конечно же, являются персональные санкции против определенных политиков в России. Но реальным сигналом, сильным сигналом, конечно же, стало бы прекращение строительства трубопровода по дну Балтийского моря. Российское телевидение судьбу «Северного потока-2» упоминает лишь вскользь в ряду общих рассуждений о враждебности Запада. Англо-шведская компания AstraZeneca временно приостановила испытания своей вакцины от коронавируса после того, как у одного из добровольцев была обнаружена побочная реакция. Компания ведет исследования совместно с Оксфордским университетом, и ее вакцина считалась одной из самых перспективных. На этом фоне первая партия российской вакцины «Спутник Ви» запущена в гражданский оборот, то есть в ближайшее время ее отправят в регионы, где с октября начнется массовое прививание граждан. Клинические испытания еще продолжаются, но публикацию об успехах препарата уже принял ведущий медицинский журнал «Ланцет». Некоторые данные статьи, правда, вызвали сомнения у ученых, и они открытым письмом потребовали объяснений. Российские разработчики от подробных комментариев отказываются. Федеральные СМИ продолжают рекламировать вакцину. Для властей это вопрос принципиальный. На кону международная репутация и престиж. Вакцина от коронавируса – шанс опередить конкурентов и утереть нос всему миру. Именно такой посыл явно звучит в материалах федеральных медиа. Первая в мире вакцина от коронавируса произведена в России. С гордостью сообщают зрителям федеральные телеканалы, пока первые партии препараты расходятся по стране. Новость, бьющая наотмашь всех западных критиков и гигантов мировой фармы, которые голос сорвали, обвиняя нас в поспешности. На скептические гримасы западного мира Россия отвечает научно доказанными фактами. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Бороться с российской вакциной уже бессмысленно. Трамп даже боится что-то сказать уже про коронавирус, потому что у нас вакцина есть, а у него все еще нет. Важный аргумент в пользу действенности вакцины, по мнению телевидения, то, что ею прививаются знаменитости. Сразу несколько известных россиян нанесли решительный удар по коронавирусу, привившись новой российской вакциной «Спутник Ви». После того, как Путин 11 августа сообщил, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку, у нее появились антитела к коронавирусу, дороги назад уже не было. Сергей Собянин чуть ли не один из первых сделал себе прививку от коронавируса. Привился и глава Минпромторга Денис Мантуров. Родион Газманов один из первых добровольцев, кто согласился участвовать в третьем этапе клинического исследования. Владимир Жириновский сегодня одним из первых, ну, наверное, первых десятков или сотен людей, которые вакцинированы теперь у нас в стране от COVID-19. Скептиков убеждают публикации в медицинском журнале «Ланцет». Раз уж британцы написали о российской вакцине, она точно работает. Ведущий медицинский журнал мира «Ланцет» ознакомит планету с российской вакциной от COVID-19 «Спутник Ви». В статье доказывается эффективность препарата. Эта публикация вызвала сильнейший резонанс. Публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В самом журнале, однако, восторга не разделяют. Так что, у нас уже есть вакцина от COVID-19? Нет. Результаты внушают оптимизм, но было бы преждевременно заявлять, что это основу успешной вакцины для широкого применения. Новости о российской вакцине международные медиа действительно встретили с интересом. Но лишь как об одном из возможных вариантов защиты от COVID-19. По данным ВОЗ, в разработке свыше сотни разнообразных препаратов. До третьей фазы испытаний, кроме российской, дошли еще 8 вакцин из разных стран. Россия, хоть и планирует массовую вакцинацию уже с октября, клинические испытания на добровольцах к тому времени еще не закончат. Приговор Ефремову, основной инстинкт от Захаровой и разорванный белорусский паспорт. Обзор социальных сетей за неделю. Главный зритель белорусского ТВ. Какую картину рисует госмидия для Лукашенко? Александр Лукашенко дал большое интервью российским телеканалам. Его ответы и оценка политической ситуации в Беларуси вновь показали, что на диалог с гражданским обществом он не настроен. Сотни тысяч людей, вот уже более месяца требующих проведения честных выборов, Лукашенко пренебрежительно называет небольшим классом буржуйчиков. Глава режима считает, что Беларусь, которую он обустраивает последние четверть века, это его проект. И без него страна попросту пропадет. Два мира, две информационные реальности сегодняшней Беларуси. В следующем материале программы. Телеграф в Беларуси популярен и не в последнюю очередь благодаря властям. Чем больше независимых журналистов они задерживают и высылают, тем больше белорусов идут искать информацию в социальные сети. В Минской Грушевке тем временем происходит операция по уничтожению особо опасных бело-красно-белых флагов. Подписчики сообщают о том, что на улице Алибегова в Минске спасатели тоже расправили спутавшийся флаг, они сняли его. Тарасова. Нужна проверка. Сегодня с восьми утра мужчина на въезде в деревню Тарасова красил перила. Через час приехало четыре милиционера. Он стал убегать. Его догнали и жестоко избили. Сейчас он лежит. Местные жители вызвали скорую. Задержали троих студентов за то, что на акции «Солидарности» они пели «Войны света». Отныне в университетах новая форма. Все ходят в бело-красно-белом. Выглядит отлично. Студенты из БГУ, МГЛУ, БГУ и других университетов вместе. На государственных каналах ни украшенных городов, ни студенческих протестов не покажут. Бело-красный-белый флаг там называют фашистским. За месяц, что прошел с выборов президента, телевидение перестало игнорировать акции несогласных. Но их масштаб значительно преуменьшает. Блицкрик не удался, но волнений хватило всем. Телеграммеры до сих пор будоражат людей, Минск до сих пор по воскресеньям бузит. Позиция госканалов предсказуемо совпадает с мнением Александра Лукашенко. Вы же сами видите, что этими походами управляют телеграм-каналы. Интервью Лукашенко россиянам для белорусского телевидения – дополнительный повод процитировать президента в эфире и показать, что он – персона важная и интересная России. Недаром же оттуда прислали звезд. В Минск приехали известные журналисты, которые представляют влиятельные медиа наших соседей. Александр Лукашенко сегодня дал интервью представителям ведущих российских средств массовой информации. Медийный эстеблишмент России в Белорусском дворце независимости. Интервью Лукашенко покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Накануне интервью по телеграм-каналам пролетела новость. В Минске похитили Марию Колесникову. Через несколько часов адвокат сообщает. Ее пытались насильно вывезти из страны. Чтобы не пересекать границу, пришлось разорвать паспорт. Государство вновь устраивает беспредел. В этот раз они решили выкинуть из страны Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марию Колесникову. Однако с Марией не сработало. Она успела порвать свой паспорт. Колесникова на границе порвала. Паспорт, шаблоны, интернет, диктатуру. Громкая история о бегстве очередного лидера оппозиции могла бы украсить интервью. Лукашенко даже оговаривается. Колесникова бежала в Украину. Как будто план удался. Можете поподробнее рассказать, что с Марией Колесниковой? Где она? Задержали ее? Не задержали? Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое сегодня бежали в Украину. В поддержку пропавшей Марии Колесниковой собираются протесты. В телеграм-каналах призывы к солидарности. Фото и видео марши. Потом жестких разгонов. Маршу на свободу! Маршу на свободу! Ашу ты герой! Ашу ты герой! Блин, бедные даже машинки, неоткуда спрятаться. Отпустите! Отпустите! Что вы делаете? Что вы делаете? Отпустите девушку! Отпустите! На госканалах утверждают, что особого ажиотажа акции оппозиции не вызвали. На призывы западных телеграм-каналов выйти и озвучить свою гражданскую позицию откликнулось не так уж и много людей. В основном молодежь. Александр Лукашенко рассказывает российским гостям о провокациях и выдуманных травмах. А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Что вы этого не видели? Для того, чтобы ах-ох показать. Кому-то бок замазали и прочее. По данным правозащитного центра «Весна», на этой неделе более 80 человек были задержаны в рамках дел о массовых беспорядках. За все время протестов под стражей побывали свыше 7 тысяч белорусов. Для кого включен белорусский телевизор? Кто его смотрит? Верит ли новостям на госканалах? И зачем так стараются российские пропагандисты, присланные на помощь Лукашенко в Минск? Независимой медиасоциологии в Беларуси не проводятся уже последние два года. Методы подсчета аудитории телевидения и радио фактически контролируются одной компанией, выполняющей заказ государства. Протесты серьезно изменили медийный ландшафт Беларуси. И это заметно невооруженным глазом практически всем. За исключением разве только одного главного зрителя государственного телевидения. Мы обсуждаем эту ситуацию с белорусским медиаэкспертом Павлюком Быковским. Большое спасибо за интервью. В последние недели и даже месяцы мы видим информационное противостояние между независимыми СМИ и государственным телевидением в Беларуси. Регулярно от участников протестов приходится слышать, что никто телевизор не смотрит. Могли бы вы обрисовать портрет типичного зрителя госканалов вашей страны? Тут есть некоторая сложность, поскольку у нас исследования СМИ очень ограничены и несколько лет весь рынок не измерялся. 1 января у нас изменилась вообще система измерения. Если брать тенденцию и говорить о том, кто обычно смотрит белорусское телевидение, это люди 65+, в основном жители регионов. Но тогда, когда исследование верифицировано было и признавалось всеми на рынке, была известна забавная вещь. Когда начинается информационная программа, люди уходят. Когда начинается прогноз погоды, люди возвращаются. Если брать вот эту весну, когда была история с коронавирусом, был некоторый всплеск, когда молодежь узнала о существовании телевидения. Многие люди захотели остаться дома. У нас не было в Беларуси карантина. Никакого такого требования находиться дома не было, но многие люди захотели. И вот тогда был пик телесмотрения молодежью. Но это прошло из-за того, что люди мало доверяют государственным телеканалам в целом. Получается, что популярность госканалов упала еще до выборов. Почему? Тут два фактора. Не только недоверие, но еще и неинтересно. Поскольку там был бесконечный рассказ про пассивную уборочную, про то, как Александр Лукашенко посетил одно предприятие, другое предприятие. Они, в общем-то, не влияют на жизнь людей. И поэтому людям неинтересно. Когда же повестка дня становится другой, иногда люди на это подключаются. Есть примеры, когда были всплески интереса. Но сейчас, к сожалению, просто нет социологического инструмента, с помощью которого можно было бы померить и сказать вам достоверную информацию, что люди вот сейчас подключились или отключились к государственным телеканалам. Если телевидение в Беларуси не особо популярно и на избирателей не влияет, то ради чего стараются власти? Зачем в вашей стране три похожих канала с одинаковыми выпусками новостей? Ну, тут есть замечательный один зритель, для которого это нужно показывать. Вот когда-то Ленину в санаторий привозили специально изготовленный номер газеты. Сейчас вот у нас есть несколько государственных телеканалов. Они должны показывать картинку, чтобы, переключая каналы, везде было все хорошо. Это один ответ. Второй ответ – эта бюрократическая система, она действует по инерции. Но, с другой стороны, и самостоятельно, и опираясь на советы коллег из Москвы, правящий режим стал работать в социальных сетях и в телеграм-каналах очень активно. И они создают в том числе информационные вещи, которые дают медиаэффект и которые традиционные СМИ не умеют и не успевают обработать. Происходят вбросы такой информации, интерпретации событий. Ну, например, потому что Колесникова очень рвалась из Беларуси. Если бы она не порвала свой паспорт, если бы не было вот такой информации, то сценарий бы получился. Потому что до сих пор получалось так, что людей вывозили и люди оказывались за границей, что они говорят, что это неважно. А тут пропаганда не сработала. Но обычно она иногда срабатывает. И обычно вот такие хитрые повороты темы, они идут через неофициальные каналы, но они убеждают людей, что, а может быть, есть и такой вариант интерпретации. Эта вещь, она работает, на нее обращают внимание. А государственные телеканалы, ну, наверное, все-таки для одного важного зрителя. Спасибо за интервью. Как долго можно требовать справедливости? Как часто надо спрашивать с властей, выходя на уличный протест? Вопросы, которые в последнее время становятся все более актуальными. Граждане Болгарии отвечают на них непрекращающимися митингами под стенами Дома правительства и парламента. Антикоррупционный протест в Софии против премьера Борисова длится с начала июля. И зачастую в этом противостоянии манифестантов с полицией крайними становятся журналисты. Осенняя сессия парламента вдохнула новое дыхание в болгарские протесты, продолжающиеся с июля. Под стенами национального собрания толпа недовольных премьером Бойко Борисовым. Крики отставка звучат и внутри. Однопартийцы премьера демонстративно покидают зал заседаний. Уважаемые народные избранники, побег не спасет вас от позора. Вы только доказывайте, что настоящий парламент там, на улице. Несмотря на поддержку президента, противники Бойко Борисова уже два месяца не могут добиться отставки премьера. 56-й день антиправительственных протестов. Все было относительно спокойно, примерно до 9 часов вечера. Тогда полицейские решили пойти в наступление и разделить протестующих на две группы. Весь вечер в полицию летят мусор и фейерверки. В ответ струи слезоточивого газа. Из толпы выхватывают людей. Под горячую руку попадают и журналисты. От слезоточивого газа пострадали несколько съемочных групп. Общественного канала «Болгарское национальное телевидение», частных «Нова» и «БТВ». «У вас брызнули газом?» «Да, прямо в лицо. Не уверен, что целились именно в меня. Может, хотели брызнуть в кого-то из протестующих? Не знаю. Я думал, что ослепну. Ужасное чувство». «Это мой коллега-журналист. Мой коллега». Некоторые пострадавшие журналисты рассказывают, что их атаковали намеренно. «Фотографу агентства «Франс Пресс» Николаю Дайчинову разбили объектив, хотя он показал удостоверение и сообщил, что он журналист. «Меня выдернули из толпы и грубо потащили. Я все кричал, что я журналист, показывал пресс-карту, но никто не слушал. Двое сели сверху. Я еле дышал. Потом были удары. Один из них в глаз». В ночь на 3 сентября в Софии задержали более 100 человек. Болгарские правозащитники возмущены чрезмерным применением силы. Полиции рассказывают, что как минимум 10 их сотрудников получили ранения от рук протестующих. Социальные сети бурлят. В последние дни достаточно поводов. Московский суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову. Официальный представитель МИДа России захотел осострить, а вышел дипломатический скандал. Белорусскую активистку Марию Колесникову спецслужбы хотели выкинуть из страны, но операция провалилась. Зато у пропагандиста Симонян в Минске все спокойно. Анна Шаманская представляет обзор социальных сетей за неделю. Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в том, что, будучи пьяным, он устроил смертельное ДТП. Ему дали 8 лет колонии. Многие пользователи соцсетей по разным причинам посчитали наказание слишком суровым. Кто-то говорит, что настоящего суда не было. Его расчеловечивали всей машиной пропаганды. Бесконечные эфиры, клоуны-адвокаты, сумасшедшие у суда и в эфирах. Цель была такой – общество должно было начать воспринимать Ефремова как животное. Кто-то считает причиной творческую деятельность актера. Получил он 8 лет не за пьяное ДТП, а за гражданина поэта. Сотни предыдущих и последующих подобных ДТП с участием бухих мажоров, депутатов, попов и ментов даже не дойдут до суда. И десятков шоу. О них у Малахова не будет. Вы о них даже не услышите. Многие винят некомпетентности и адвоката Ефремова. Но некоторые пишут, что адвокат – это громоотвод, а Ефремов понимает, что совершил и наказание заслуживает. Какую-либо вину в дипломатическом скандале отказывается признавать и представительница МИДа Мария Захарова. На своей странице в Фейсбуке она опубликовала два фото – встречу сербского президента с американским и кадр из фильма «Основной инстинкт». Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото. Кем бы вы ни были, просто поверьте. Сам Вучич прокомментировал. Пост Захаровой говорит о ее примитивизме и упрощенности. Захарова пост отредактировала и заявила. Ее слова просто неверно истолковали. В Фейсбуке смеются. Не, я свою мысль неудачно изложила, а аудитория неверно истолковала. Толковать не умеете, а беретесь. А вот двояко истолковать действия белорусских властей сложно. Силовики похитили одну из лидеров оппозиции, Марию Колесникову, и попытались вывезти ее в Украину. Выглядеть все должно было так, будто она сама сбежала. Но Колесникова на границе порвала белорусский паспорт, после чего ее уже официально арестовали и посадили в СИЗО. Интернет от ее поступка в восторге. Женский пол становится главным. Раньше, сказали бы, истеричная баба с усами объявила войну мужественным женщинам. Теперь придется переосмысливать устаревшее клише, обзаводиться новой лексикой. Женщины сильнее, храбрее, самоотверженнее. Лукашенко заявил, что Мария Колесникова хотела бежать к сестре в Украину. Так хотела, что паспорт порвала, чтобы не уезжать. Заявил это Лукашенко во время интервью представителям российских гос.СМИ, среди которых Маргарита Симонян. По ее словам, в Минске, кстати, все спокойно. В соцсетях напоминают, что это далеко не так. Передайте, пожалуйста, ей, что если весь день стоять у резиденции Лукашенко, то протесты можно и не увидеть. Но стоит проехать на такси буквально 10 минут и окажешься прямо в центре событий. Симонян также заявила, что во время интервью Лукашенко якобы не уходил от неудобных вопросов. В твиттере шутят. Это потому, что их не сдавали. На этом пока все. Увидимся через неделю. Будьте внимательны, а главное здоровы. И смотрите в оба на канале «Настоящее время». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok